Все как на настоящих предсезонных сборах. Двухразовые тренировки, правильное питание и занятия в бассейне. Так проводят первый месяц лета большинство воспитанников детско-юношеской спортивной школы по футболу. В лагере дневного пребывания на этой неделе открылась первая смена. Нам этот лагерь очень сильно помогает тем, что у нас в самом разгаре чемпионата первенства Московского области по футболу. И вот эта слаженная работа, и тренировочная работа, и дети отдыхают, питание достаточно очень хорошее, налаженное. Поэтому это все способствует для получения спортивного мастерства и, соответственно, спортивных результатов. Такая практика стала уже традицией для юных футболистов. Более 10 лет многие из них часть своих каникул проводят здесь, интенсивно тренируясь и готовясь к официальным матчам. Если раньше существовала только одна смена, то в этом году в августе планируется открыть и вторую. У нас сейчас сезон проходит, и никуда уезжать нельзя, потому что игры идут. А тут позанимался, подготовился и поехал на игру. Нравится он тем, что тренируешься очень много, поддерживаешь себя в форме всегда. И на игры становится легче, уже подготовленный. И, безусловно, спортивный лагерь – это не только сплошные тренировки и режим, но и культурная программа, кино и различные районные мероприятия. Так вот проводили один из первых дней своей смены ребята из 13-й школы. Дартс, настольные игры и ставшая уже весьма популярной ботча. Как в нее правильно играть, лучше всех в клину знает инструктор спортивного клуба «Стремление» Татьяна Федина. Она же со своими воспитанниками и объясняет школьникам правила и технику игры. Вот мы меняем по группам, разбили, меняли одни на бочи, в это время другие на игре, там потом меняются они, чтобы все попробовали все. Бочи, вот это, которые могут все играть, и взрослые, и дети, это уличная бочи. Такое сотрудничество образовательных учреждений и спортивных клубов тоже превратилось в некую традицию. Очень нравятся тут интересные игры, развивающие ум и как бы все остальное. Всего же в Клинском районе первую смену дневных лагерей будут посещать порядка 2800 человек. Из них около 300 детей будут находиться на базе спортивных организаций школы имени Трифилова, футбольной школы, клуба «Лидер» и «Витязь».